Сегодня у нас практика любящей доброты, очень любимая моя практика, потому что жизнь сложная и у нас внутри накоплено много страданий, и только доброта помогает все это преодолевать, не создавая каких-то лишних узлов внутри эмоционально. Если мы пытаемся через силу воли, через жесткость двигаться, через все это, то узлы завязываются туже, туже, в какой-то момент что-то начинает рваться внутри эмоционально. И только доброта помогает принимать, с одной стороны, вещи такими, какие они есть, с другой стороны, исцелять, с третьей стороны, менять. Потому что у нас появляется мудрость и сострадание, когда у нас появляется мудрость и сострадание, нам становится намного легче. Это не значит, что страдание, боль какая-то уходит из жизни совсем, это не так. То есть она часть жизни, это все время такой процесс. То есть вы как квест проходите, вы когда прошли один этап квеста, вы переходите на следующий уровень, и там на следующем уровне все так же трудно, как до того. Вот, но легче становится это все принимать. Ну и, конечно, когда легче принимать, страдание меньше, потому что есть боль, связанная непосредственно с какими-то событиями. Что-то произошло там, отношения зашли в тупик, кто-то близкий заболел, я сам заболел. Как-то раз потерял что-то крупное или еще что-то, да, то есть происходят эти вещи. И боль, которую мы испытываем в такие моменты, она неизбежна. То есть мы не можем прийти к тому, чтобы не чувствовать боль. Вернее, как мы можем, но это будет рассоединение с чувствами, и это уже грозит какими-то отклонениями постепенно. Вот, то есть вот эта боль, она неизбежна, но мы вокруг нее создаем очень много еще дополнительной боли, когда мы все это не принимаем, ищем виноватых. Понимаете, ну нет виноватых, ну как бы карма. То есть если что-то произошло, значит, мы где-то создали для этого предпосылки, причины, а сейчас мы имеем уже последствия. Вот, но даже не хочу в эту сторону сейчас идти, да, а то опять будет грустно, что я сама во всем виновата. Никто не виноват, просто так бывает, да, так бывает. И когда мы делаем, делаем нету. Мы начинаем постепенно принимать вот эту правду о жизни, три благородные истины, одна из которых это то, что страдания есть, да, четыре благородные. Страдания есть. То есть мы начинаем это понимать, что оно неизбежно. Мы, конечно, очень стремимся, чтобы мы были счастливы и свободны от страданий. Это естественная потребность каждого живого существа, это то, что мы всем желаем, живым существам. Но постепенно, проживая свою жизнь, мы видим, что вот эта боль, она неизбежна. Невозможно избежать той или иной боли. Какая-то боль все время возникает. Но сколько мы вокруг этой боли создаем еще дополнительного страдания, это уму нерастяжимо. Сколько мы себя ругаем, сколько мы других обвиняем, сколько мы вот с этими мыслями ходим, ходим, ходим. И на самом деле, ну как бы произошло что-то. Прожил боль, она закончилась. У меня очень хороший кейс был на ретрите. Девочка очень хорошо пронаблюдала, прям молодец. Что вот она столкнулась с какой-то болью. И она ее наблюдала, 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 и боль закончилась. Хотя потрясение, которое послужило причиной этой боли, да, оно было очень большое. То есть боль большая. Но она пронаблюдала буквально там пару дней. И она почувствовала, что боль закончилась. И потом она почувствовала, что ум не готов был отпустить. Как это все? Мы прожили трагедию всей нашей жизни. Как это за два дня? Нет, так нельзя. Давайте теперь накрутим, вернемся обратно, создадим еще какое-нибудь дополнительное страдание. Вот. Спасибо.